привет девчата дорогие как ваши дела я надеюсь что все хорошо у вас приветик да у меня ситуация вот такая вот сейчас я собираюсь на недельную поездку да собираюсь на недельную поездку пока не буду говорить но потом вам расскажу куда и я просто хотела показать что я с собой в эту поездку беру я пью сейчас чай с инжи сказать с имбирем и лимоном привет девчата да все кто присоединяется велкам я уже не пью кофе наверное сколько уже почти три недели ой сердечки спасибо я уже не пью кофе и пришла полностью на чай травяной чай или вот такой вот с лимоном и имбирем с утра ого сколько уже сердечек спасибо да и надеюсь что я продержусь еще долго потому что для меня пить кофе если честно это было это было как наркотик ну кофе это и есть наркотик правда слабый но это наркотик и в чем принципе плохо когда пьешь кофе это сначала он тебя возбуждает дает столько энергии тебе кажется что ты можешь перевернуть горы но на самом деле это на самом деле это такой искусственный подъем и через какое-то время это проходит и чем и настроение все ухудшается то есть идет такой резкий спад это конечно очень вредно для сердца для многих органов поэтому я перешла на чай надеюсь что никогда больше не начну употреблять кофе надеюсь я не знаю как будет вы увидите косметикой имидж нет никогда не пользовалась не знаю что это такое к сожалению вот сейчас я покажу вам все все что я беру на такую короткую неделю с собой едем мы на автомобиле поэтому мы можем я могу убрать все что хочу и сколько хочу так что вот буду паковать все эти сумки сейчас я уберу чай да и покажу вам ну конечно самое первое это моя water bottle 24 без нее я вообще никуда не выхожу да 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 кофе это наркотик конечно слабый но вы просто почитайте больше я не буду сейчас вам рассказывать все то что написано в интернете и в книгах но кофе это конечно наркотик и даже чай слабый но наркотик американская марка имидж да попробую если предоставится возможность но и вы знаете я уже отошла от этого чтобы набирать горы косметики и что-то там новое пробовать конечно я пробую новые какие-то вещи но вот это вот все что в принципе на неделю для лица и тела мне больше не нужно но возможно еще что-то возьму значит так начнем с вот этого face oil от бренда in light вообще великолепное масло я пользуюсь им с первого дня как купила она со мной ездила в индию сохраните эфир а да хорошо о хороший вопрос аромат я даже еще не думала не знаю подумай а потом выложу до face oil великолепное масло ну что сказать вообще текстура даже для жирной кожи вот вы подскажете да жирная кожа она масло использует но именно вот это масло не важно она для любой кожи она просто как вам сказать она не дает такой пленки она впитывается и очень деликатно ложится на вашу кожу конечно кожа блестит но это масло ночное вот пользуюсь уже вот с первого дня это почти месяц и прям влюбилась в это масло дальше от бренда алилия обожаю обожаю это мой тоник это мой дневной крем это все вместе в одном я тоже уже поделала stories об этом тонике и показывала в своих постах тоник великолепный я фанат тоников для жирной кожи тональный крем все мои тональные крема для жирной кожи поэтому у меня есть и там ford и ламер и лапрери но как вам сказать я не покупаю именно то что мы сильно матирует лицо я покупаю такие тональные кремы которые просто мне подходят и по тону и по текстуре вот я себя в нем хорошо чувствуем а мне нравится моя кожа в нем и если кожа начинает блестеть привет привет лила привет ланочка девчата спасибо что вы смотрите спасибо за ваши поцелуйчики да и ой столько знакомых девчат спасибо что смотрите сегодня я рассказываю о том что я беру с собой в дорогу на неделю лилочка я тоже тебе рада хорошо сохраню правда пока не знаю как сохранять но там надеюсь будет все понятно так дальше пожалуйста я вам очень рада дальше в общем тоник от аурелия он называется вообще-то эссенция но для меня это как тоник brightening botanical essence великолепный самый любимый сейчас не промахнулась я с этим биопродуктом дальше для глаз уже много 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 лет я не знаю с тех пор как появился для меня открылась эта линия кавиар я пользуюсь кремом для глаз из этой линии есть еще другой жидкий как он называется я сейчас уже не помню но это мой go to так сказать крем для глаз вокруг глаз для кожи вокруг глаз как только заканчивается вот этот вот эта баночка сразу уже стоит ждет другая потому что я считаю что для меня на данный момент это самый самый лучший крем вокруг глаз я в поисках такого же подобного крема но органического bio organic пока что не нашла далее вот эта масочка эта маска великолепная это одна из лучших масок она абсолютно не такая как самая лучшая маска которую я пробовала вальмон но тоже очень очень хорошая маска и почему я среди уже почти закончилась я ее добью в путешествии и почему я ее все-таки покупаю ну казалось бы пользовалась бы одной маской вальмон и все нет у этой действия совсем другое она она успокаивает кожу это самая лучшая маска вот когда вы побыли на солнце где-то на море и даже если вы пользуетесь spf 50 или 80 вообще полностью блокируете вашу кожу все равно есть какое-то влияние ветер дует и солнце хорошо я сохраню я не знаю почему висит у меня все хорошо вай фай работает во всех уголках дома не знаю скажите если у всех висит то может надо перезагрузиться не знаю да и вот это вот масочка силки бронз сути автор сам репер маск даже она название само за себя говорит после солнца маска которая регенерирует хорошо девчата спасибо за контроль если все хорошо я просто сохраню к сожалению если у кого-то висит я ничего сделать могу так то есть еще одна замечательная маска наравне с вальмон но другое действие как я уже сказала так очищаю кожу я вот этой красотой сисли джанту клинзин джоу ну чем она хорошо она очищает великолепно да если вы хотите сделать я смотрю делаете скриншоты вот пожалуйста очищают она великолепно и освежают кожу очень вообще никаких нет к нему претензии аромат ненавязчивый все деликатно аккуратно не оставляет никакой пленки в общем тоже вы уже много раз наверное мне увидели в постах и в stories фаворит абсолютный и сыворотка сейчас только найти название ты да увлажняющая целлюлярная сыворотка от лаприли тоже только что приобрела потому что закончился последний флакончик и это тоже одна из самых-самых любимых сывороток которые вообще у меня когда-либо были или есть дальше смотрим а это продукт для тела тоже же видите заканчивается бренд бамфорд это бренд органический к сожалению добрый день добрый день эфир о том что я беру с собой в поездку на неделю на короткую неделю так у нас здесь говорится короткая неделя 6 дней сыворотка самостоятельная ну вы знаете конечно нужно запечатывать сыворотки какими-то кремами дневными но днем у меня к сожалению нет возможности накладывать крем потому что очень сильно блестит кожа я все закрепляю вот этим вот вот этой эссенцией она для меня как крем дневной для жирной кожи днем крем не очень хорошо по крайней мере это мой опыт вот да бренд бамфорд органический био его можно купить на или на их одноименном сайте или на сайте на топорте очень хороший бренд качественные ароматы у кремов для тела великолепные и это уже сразу идет и для тела и для рук я не люблю миллион этих кремов банок в общем такие вот два в одном для меня самые лучшие великолепные продукты к сожалению не очень дешевый это этот бренд но вот этот вот сколько тут миллилитров 250 250 миллилитров у меня уже наверное может быть полгода конечно я пользуюсь еще немножко другими там кремами да все зависит от того где я нахожусь вот и да так что девчата вот это такие вещи такие как средства базовые essentials базовые вещи которые я беру с собой в поездку ну тут конечно ipad еще мой чай держал вот если вас что-то интересует еще какие-то вопросы по уходу то задавайте пожалуйста ваши вопросы под моими постами часто то что в личку я не вижу как эмульсия антиэйджин 30 спф а это новая вы имеете ввиду от лапрери новая эмульсия по моему я ее или в пробниках она у меня было что такое но в общем да да лапрери я поняла она мне было или в пробниках или где-то я ее как-то в миниатюре затестировала но мне по моему не понравилось иначе принципе если мне все нравится то я продукт покупаю мне нет эмульсия точно не понравилось они есть креме эмульсия это старая версия я помню у меня был дневной крем spf 30 он ни о чем и ну извините что я говорю так сразу свой вердикт ни о чем но вот так вот он для меня был spf 30 дневной крем от лапрери мне не подошел и хуже всего это то что я как-то пыталась его наносить не так что уже совсем на солнце или пляж но да но было когда я путешествовала в города где светило очень много целый день солнца например там рим что-то такое да и я пыталась их наносить чтобы как бы двойная защита тональник и этот крем и вечером когда уже немножечко заходил даже этот крем глаза как не начинала щипеть глаза видно знаете от жары как-то все это по лицу распространялась и попадала в глаз как мне начинал щипеть глаз и я не знаю почему не знала почему и потом я провела эксперимент оказалось что этот spf 30 дневной крем от лапрери вот так вот щипал ужасно глаза что никому не советую этот крем я не говорю что бренд плохой бренд конечно великолепный но у него тоже есть свои минусы как говорится ну а может это просто минус для меня да для всех остальных этот это супер до ланчка вальмон я ее много раз показывала по моему она сейчас уже не помню это нужно идти в другую ванную там как-то называется либо regenerating общем я тебе пришлю скриншот этой баночки ее называют баночка . пардон ее называют маска принцессы в россии российские девчата праймером макияжа на каждый день я бы не пользовалась нет зачем каждый день я очень аккуратно пользуюсь праймером в синей баночке это вот в этой баночке крем вокруг глаз коль для кожи вокруг глаз на прери да нет я не пользуюсь праймером на каждый день под макияж зимой можно иногда до почаще а летом я стараюсь поменьше но если какая-то или фотосессии или хотите хорошо выглядеть или что-то такое то для тургура и лифтинга кожи сыворотка что посоветуете узнать для тургура и лифте ну вот после вот этой у меня уже кожа становится гораздо плотнее есть еще такой бустер от лапрери я вам не показывала и может быть я показывала в ленте от бустера тоже тургур становится лучше и выше но к сожалению лифтинг чата ну поймите гравитация это уже все так что очень кремами вы особо ничего не подтяните вы улучшите качество вашей кожи даже если немножечко там гравитация до бустера очень классный если гравитация против вас работая то даже если ваша кожа будет ух красиво ухожена не будут видны поры или какие-то там пост окне вы от них избавитесь все равно уже ваша кожа будет выглядеть гораздо лучше а лифтинг ну вот скоро я собираюсь сделать ультразвуковую подтяжку я не знаю когда потому что я собиралась сентябре и сейчас я отложила поскольку как-то вот у меня лицо похудела и наверное скорее всего что ушли вот эти отеки дурацкие от кофе и каких-то от соленой очень еды от избытка наверное мяса я так думаю общем я не знаю я две недели кушала веганскую еду и я заметила что сейчас я не хочу уже идти ни на какие лифтинги сейчас я пока довольна как у меня состояние с состоянием своего лица спасибо моя дорогая мне нравится как я выгляжу по любому я человек позитивный поэтому все мы постареем все мы будем там но это не значит что надо сейчас сесть и плакать правда же основа тонна каждый день у меня несколько основ я много уже вам пока раз о разных рассказывала ламер я очень люблю такая моя для каждого дня но баночка тяжелая я не люблю с тяжелыми баночками ой викуля да я с тобой не поздоровилась но я видела что ты пришла моя дорогая да главное не накручивать и не заморачиваться зачем в жизни и так столько проблем еще сидеть и горевать о том что там какая-то гравитация да это мой мопсик ходит вокруг круга и кругами так что вы слышите лапками стучит да девчат так что это наши помощники да но с основной наш помощник это голова наш мозг и как мы о себе думаем это в каком настроении мы находимся все время вот и извините что если не показываю но трансляция сегодня о продуктах они обо мне но если я смотрю в каком-то сегодня покой викуля я только собираюсь поездку поэтому я еще пока что никакого парфюма не наносила и меня спросили меня спросили какой парфюме я с собой беру я еще не определилась поэтому я позже вам расскажу что с собой беру но вчера я была в амуаже амуаж фейд и целый день я в нем была и вчера мы пошли вечером в спа в сауну я заметила что и полотенце и купальник и все этим пропахло даже я принимала душ на общем амуаж фейд это один из моих любимых парфюмов и что мне нравится его можно одеть и днем и вечером да обожаю фейд тоже я поклонник амуаж сейчас только все всех выпущено разных нишевых парфюмов но амуаж до становится всегда будет для меня классикой вот так что девчата спасибо вам огромное что были здесь я буду выходить тогда почаще если вам нравится как вам фигмент я не знаю что это новая амуаж да я где-то его затестила если это новый амуаж то я его где-то затестила я уже не помню спасибо девчата да и первое впечатление хорошее но вот эти два после предыдущие розовый и еще какой-то перед ним что-то было мимо да 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 я я уже вспомнила фигмент я его тестила в аэропорту в дубае там великолепный duty free там только слона нельзя купить а так все остальное можно купить понравился понравился я не знаю буду ли его приобретать пока что вы знаете я на пути минимализма и в косметике и в парфюмерии в вещах поэтому не знаю буду ли я новая все девчата спасибо вам огромное я пошла дальше собираться и если вас какие-то вопросы пишите пожалуйста под постами в личку можете писать но очень часто там все теряется потому что там хаос немножко в этих сообщениях просто под любым постом задавайте вопросы и если один раз я не увидела то не стесняйтесь задавайтесь еще еще раз я просто значит не увидела все девчата дорогие мои хорошего дня забойтесь о своем лице кожи теле будьте красивыми а главное старайтесь вести здоровый образ жизни все целую вас